Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторник. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets, который так и называется Amarkets, торговые идеи. Каждый день мы размещаем в этом канале большое количество аналитического контента и конкретные торговые рекомендации с уровнями стоп-лосса и тейк-профита. Пользуйтесь, соответственно, если эти сигналы соотносятся с вашим видением рынка, то есть фильтруйте их через вашу торговую систему и зарабатывайте, друзья, вместе с нами, потому что мы очень хотим, чтобы того контента, того материала, который вам предоставляется, был бы достаточно в принятии торговых решений. А если чего-то не хватает, обязательно пишите в комментариях. К фидбэку и обратной связи мы всегда открыты. Сегодня, поскольку вторник, стартует заседание американского регулятора, итоги, конечно же, будем подводить завтра, но совсем немного, очевидно, осталось до вот этого важного момента, момента X для всех рынков и участников рынка, что ФРС примет решение конкретное по процентной ставке, возможно, прольет свет на перспективы количественного ужесточения, то есть того, как дальше он будет сокращать баланс, накопленный за время пандемии. Все это разговоры об одном, об ужесточении монетарной политики. Вчера я очень много времени уделил тому факту, как должен отреагировать доллар на решения, которые предполагают ужесточение монетарной политики. Я не просто так сейчас выразился в плане факта, потому что у доллара, в принципе, только одна дорога сейчас вверх, но не может. Актив, валюта снизиться в условиях повышения, друзья, процентной ставки, в условиях того, что это лишь первое решение в этом году. Дальше каждое последующее заседание американского регулятора будет сопровождено точно таким же решением. В совокупности ключевая ставка ФРС до конца этого года будет повышена до 1,5 или даже 1,75%. Мы точно дождемся в этом году не то, чтобы конкретики, а уже фактических действий по сокращению баланса американского регулятора. Это, друзья, фундаментальный фон, который, по мнению многих аналитиков, экспертов, которые отвечают за контент, за торговые идеи крупнейших инвестбанков, по их мнению, индекс доллара в этом году точно укрепится больше, чем на 10%. Я, признаться, разделяю точно такую же точку зрения. Причем, скажем, 30% этого движения, восходящего роста, мы уже сделали, потому что индекс американской валюты прямо сейчас, друзья, в одном шаге от круглой юбилейной отметки 100 пунктов. И дальше будет только выше. Есть ли у нас, как бы, прелюдия перед заседанием американского регулятора, на которую мы сейчас можем положиться и еще раз убедить себя, подкрепить свою уверенность в том, что ФРС очень не свернется по туже значения монетарной политики? Конечно же, есть. Для этого достаточно посмотреть на рынок долга США, доходности американских трешей. С двухлетней облигацией сейчас по доходности держится выше 2%. Это исторический максимум. Десятилетки котируются на планке 2,14%. Это не исторический максимум, но многолетний точно. У нас есть инструмент FedWatch, который позволяет проанализировать мнение участников рынка относительно того, что они думают по тому, насколько будет повышена процентная ставка. Так вот, по этому инструменту FedWatch точно можно сказать, что сейчас рынком закладывается 97%. Это вероятность того, что ставка ФРС будет повышена на 25 базисных пунктов. В целом, в американской экономике сейчас созданы все необходимые условия для того, чтобы действовать. Это стабильные темпы экономического роста. Это зашкаливающая инфляция, как вы помните, на основании данных последней недели. А это отчет, который дал нам понять, что произошло с инфляцией в рамках февраля. Индекс потребительских центов в месячном выражении вырос на 0,7%. В годовом мы увидели планку в 7,9%. Это максимум за 40 лет. То есть уровень жизни в США за последние 12 месяцев вырос максимальными темпами с 1982 года. И, безусловно, друзья, это тот самый фундамент, опять же, те самые решения, которые сейчас должны подталкивать, настраивать американский регулятор к тому, чтобы решения, предполагающие ужесточение монетарной политики, были приняты. Ждем. Пара доллар-иена, которую мы давно с вами покупали. Вчера я рекомендовал уже закрываться. Сегодня мы еще выше, 118.37. Здесь работает идея контраста монетарных политик, друзья. Потому что, с одной стороны, американский регулятор, как я только что выразился, и как мы все ждем, повысить процентную ставку. А что касается Банка Японии, он тоже, кстати, проведет заседание на этой неделе в пятницу, никаких изменений там, собственно, и не предвидится. Поэтому ФРС действует, Банк Японии по-прежнему считает, что лучше сохранить меры экономического стимулирования. И, конечно же, сейчас не нужно упускать из внимания тот факт, что новостной фон, связанный с событиями в Восточной Европе, начал улучшаться. Поэтому спрос на иену, как на более премиальный защитный инструмент, чем доллар, он априори сейчас идет на спад. И японская иена, соответственно, и вовсе не может использовать ничего, правда, не собственного сходящего движения. Поэтому, если вы еще не закрывали позиции, друзья, и продолжаете верить в силу тренда по паре доллар-иена, удачи вам. Конечно же, держите это рискованные сделки, но те, кто сможет выжить по максимуму весь этот тренд, смогут неплохо заработать. Я, в принципе, согласен с тем, что пара доллар-иена легко сможет добраться до планки 120 иен за доллар. Но, как я уже ранее говорил, я, собственно, уже зафиксировался. Что касается золота, сейчас котировки 1930 долларов за тройскую унцию. Ранее я комментировал свою активность по этому инструменту и отметил, что с 1950 снова буду рассматривать ланги. В принципе, уже в сделке, друзья, но рынок пробил эту поддержку и ушел еще ниже. Снова повторю, что мы видим, как проседает спрос на защитные активы. Опять же, потому что на рынке впервые за долгое время появились надежды на деэскалацию полномасштабного страшного кризиса в Восточной Европе. И здесь, пожалуй, будет ремарка с моей стороны, если все-таки дело дойдет до дипломатического регулирования кризиса, я готов заплатить цену в виде неуспешной сделки, скажем, за мир во всем мире. Ну, это такая лирическая составляющая. Думаю, что те, кто хотел уловить посыл, это сделали. Ну, а в целом, по рынку драгоценных металлов, по золоту я продолжу смотреть вверх, потому что геополитические риски – это не единственный повод, за который я ранее рассматривал золото в плане длинных позиций. А еще была инфляция, которая никуда не делась и продолжает зашкаливать по всем регионам мира и мировой экономики. И рост инфляции – это еще один фактор повышенного спроса на рынок драгоценных металлов. Сейчас золоту тяжело на фоне укрепления доллара и роста доходности американских трежерис. Но мы видели неоднократно, как в одном направлении легко могут двигаться все эти инструменты, поэтому я еще не оставляю, опять же, надежд на то, что рынок драгоценных металлов развернется и попробует протестировать прежний исторический максимум. По другим финансовым активам евро против доллара – 1,0979, сейчас европейская валюта против американца, ниже планки 1,10. Вчера, опять же, и на своем брифинге, и на вебинаре озвучивал перспективы этого дуэта финансовых активов. Пока что все-таки еще смотрю вниз. Из-за топливного энергетического кризиса, из-за высокой инфляции в еврозоне и из-за того, что Европейский центральный банк не торопится как-либо корректировать монетарную политику и вряд ли сделает это до конца этого года. Поэтому в евро я не верю. Доллар-канадец здесь, друзья, в приоритете остается все-таки короткая позиция, потому что считаю, что у канадца есть как ни у кого сейчас возможность бодаться с долларом, американским долларом. Канадская валюта заручилась очень хорошей поддержкой со стороны канадского рынка труда в пятницу, потому что и уровень безработицы, который вернулся до значения до пандемии, при этом общее количество новых рабочих мест в Канаде превысило вовсе исторический максимум. Такого роста не было никогда. Канадская экономика на подъеме. Плюс ко всему, это экономика, которая смогла очень неплохо использовать выгоды и преимущество последнего скачка цен на энергоносители. Не забывайте, что нефть – это один из основных экспортных ресурсов Канады. Канада обеспечена углеводородами в необходимых объемах для удовлетворения внутреннего спроса. Поэтому топливный энергетический кризис не коснется этого региона в том формате, как это может пройтись с Европейским Союзом. И, собственно, после последнего отчета по рынку труда сейчас участники рынка не просто готовятся к тому, что 13 апреля Банк Канады снова повысит процентную ставку, а, возможно, сделает это более агрессивным шагом, повышая ставку сразу на 50 базисных пунктов. И до конца этого года мы можем увидеть как минимум 4 повышения процентной ставки вместо 3, которые прогнозировались до выхода данных по рынку труда Канады. И еще несколько активов – это американский фондовый рынок S&P 4176 пунктов. Уже, друзья, совсем чуть-чуть осталось до 4000 пунктов. Я думаю, что повышение ставки ФРС будет негативным фактором для фондового рынка, и мы увидим тест этой поддержки. По биткоинам по-прежнему смотрю вниз, 35 тысяч и ниже. Рынок нефти в районе 100 долларов за баррель сейчас. Свою позицию я уже озвучивал. Пока все риски, связанные с дефицитом предложения, остаются, длинные позиции для меня будут главной ставкой в этом секторе. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии. Всем пока!